В 1929 году оружейный завод Франтишика Яничека начал производство мотоциклов по лицензии немецкой компании Wanderer. Название новой марки было образовано слиянием первых слогов имени владельца и мотоцикла прототипа Genesic плюс Wanderer. Мировую известность компании принесло послевоенное семейство мотоциклов средней кубатуры с двухтактными моторами в 250 кубиков и 350 кубиков. Его наследники выпускаются до сих пор. В Советском Союзе иметь мотоцикл марки Ява считалось престижным. Мотоцикл в Советском Союзе считался иностранцем. По техническим характеристикам мотоциклы Ява не уступают ведущим европейским и американским линиям. По цене они значительно дешевле. Мотоциклы Ява до сих пор выпускаются и продаются во многих странах. Современная компания Ява Мотоспол была основана в 1997 году в качестве преемника бывшего госпредприятия и пользуется защищенной маркой Ява. Основным предметом ее деятельности является исследование, разработка и производство мотоциклов. Она является дочерней компанией акционерного общества G-Hostroge AC. Прежде чем переходить к новым мотоциклам Ява, давайте вспомним с чего все начиналось. Ява 500 OHV 1929 года. Первый мотоцикл производства своей фабрики Франтишек Яничек представил на парижском автосалоне 23 октября 1929 года. Первая Ява отличалась от своего немецкого образца рядом детали, но наиболее каплеобразным баком. У нее был четырехтактный одноцилиндровый двигатель с полушаровой камерой сгорания и мощностью 18 лошадиных сил. Двигатель был закрепленный в двойной штампованной раме. У передней вилки был короткий ход и она была подрессоренной листовой рессорой. У двигателя был сухой картер. С двигателем в одном блоке была трехступенчатая коробка передач, управляемая ручным рычагом. Крутящий момент передавался на заднее колесо с помощью карданного вала. Задний наружный ленточный тормоз тормозил приводной вал. На обод колеса монтировалась шина 27х4. Также была версия с мотоколяской. Одноместный вариант весил 175 кг, достигал максимальной скорости 95 км в час и расходовал 5-6 литров бензина на 100 км. Ява 175. Виллерс. В 1932 году еще чувствовался экономический кризис. Мотоцикл за 15 тысяч крон представлял для покупателя недоступную роскошь. Многим предприятиям пришлось свернуть производство. Ява в этих условиях начала выпускать мотоцикл 175 кубиков. Самый лучший мотоцикл за мало денег, провозглашаемый рекламный слоган Ява в те времена. Простой красивый мотоцикл был представлен на парижском автосалоне. Его цена 4650 крон была невероятно низкая, на одну треть ниже по сравнению с мотоциклами этого класса. У Ява 175 был трехканальный двухтактный двигатель объемом 172 сантиметра кубических. Мощность 5,5 лошадиных сил достигалась при 3700 оборотов в минуту. Магнето-генератор Виллерс на 15 ватт был встроен в маховик. Переключение скоростей в трехступенчатой коробке передач с однодисковой сухой муфтой осуществлялось рычагом, соединяемым прямо с коробкой передач. Рама была собственной конструкцией из прессованного листа. Качающаяся рычажная передняя вилка была подрессорена одной витой пружиной. Мотоцикл достигал максимальной скорости 70-80 км в час и расходовал 3,3,5 литра бензина на 100 км. Ява 350 СВ 1934 года. Руководство Явы решило, что между двухтактным мотоциклом 175 и четырехтактным 500 большой разрыв и начали думать, как его заполнить. Оказалось, что нужен мотоцикл класса 350. Уже в 1931 году Ява 350 должна была заменить Яву 500 и предназначалась для очень требовательных покупателей. Прототип этого мотоцикла был представлен в парижском автосалоне в 1934 году. У него была штампованная двойная треугольная рама с штампованной передней вилкой подрессоренной центральной витой пружиной и большой бензобак. По тем временам Ява спроектировала свой мотоцикл со множеством замечательных элементов. В 1934 году все-таки расширили производственную программу и начали выпускать Яву 350, но совсем традиционной конструкции. У нее был вертикальный одноцилиндровый двигатель SV, охлаждаемый воздухом, объемом 346 сантиметров кубических и мощностью 12 лошадиных сил. Четырехступенчатая коробка передач управлялась рукой или ногой. Крутящий момент передавался на заднее колесо с помощью цепи. Весил мотоцикл 125 килограмм, достигал максимальной скорости 100 километров в час и расходовал 3,5 литра бензина на 100 километров. Ява 250 Special 1935 года В 1935 выпускались мотоциклы 175 и 350. Ява представила новый двухтактный мотоцикл 250 сантиметров кубических. Этим типом началась славная история Явы 250, благодаря которой она стала после войны всемирно известной. Первая Ява 250 появилась в продаже в начале 1935 года и вместе с Явой 175 стала основной частью продукции фабрики. У Явы 250 был двухтактный одноцилиндровый двигатель 248 сантиметров кубических мощностью 9 лошадиных сил при 3900 оборотов в минуту. Семиканальной петлевой продувкой двигателя поршень был с плоским днищем. Карбюратор был Виллерс, позднее Гретзин. Две выхлопные трубы заканчивались плоским глушителем. Трехступенчатая коробка передач управлялась вручную, по желанию монтировалось управление ногой. Штампованная рама конструкции Ява годилась также для двигателей 175 и 350. Вес мотоцикла 95 килограмм, максимальная скорость 100 километров в час, расход топлива 3 литра на 100 километров. Ява 350 OHV 1935 года исходит от предыдущей модели, от которой отличалась только другим цилиндром и его головкой и была предназначена прежде всего для спортивных целей. Объем двигателя 346 сантиметров кубических, мощность 15 лошадиных сил при 4000 оборотах в минуту. Четырехступенчатая коробка передач была изготовлена из алюминиевого сплава. Рама была также как и у Ява 350 SV, только передняя вилка была побольше с увеличенным амортизатором колебаний. Весил мотоцикл 142 килограмма и достигал максимальной скорости 115 километров в час. У мотоцикла проявились неисправности, связанные с системой смазки. Недостаток масла испытывал прежде всего механизм привода клапанов. Также проявились неисправности в зажигании, поэтому двигатель переработали, увеличили ребра охлаждения, механизм клапанов закрыли и улучшили смазку. Ява 100 Робот 1937 года В конце 30-х годов Ява полностью овладела местным рынком больших мотоциклов. Надо было привлечь молодежь, которой не разрешалось управлять большими мотоциклами. В то время Ява не выпускала мотоциклы класса сегодняшних мопедов и скутеров. Ява создала свой малый мотоцикл Ява 100, который был представлен на Парижской ярмарке в 1937 году. Рекламный отдел фабрики объявил конкурс на название нового мотоцикла с наградой 2500 крон для победителя. В течение трех недель проголосовало 15 025 посетителей. Жюри выбрало название Робот. Причем слово Робот впервые применил писатель Карл Чапик в своем романе Рур. Двигатель мощностью 2,6 лошадиных силы при 3750 оборотов в минуту. Карбюратор Гредзин управлялся сначала рычагом, позднее поворотной рукояткой. Магнета зажигания была своей конструкцией. Трехступенчатая коробка передач была в одном блоке с двигателем. Рычаг переключения скоростей был на бензобаке. У Явы 100 был двухтактный одноцилиндровый двигатель 98,8 сантиметра кубических. Ява 250 Дуплекс 1939 года или Ява Дуплекс Блок была последней довоенной новинкой фирмы Ява. Она была создана на основе двухтактной Явы 250, но двигатель был полностью переработан, так что можно было говорить о новой модели. Коробка передач была жестко соединена с двигателем, хотя изготавливалась самостоятельно. Цилиндр изготавливался из особого серого чугуна. Головка цилиндра из легкого сплава. Зажигание магнета Ява. Карбюраторы ставили Амал или Гретзин. Дисковое сцепление в масляной ванне находилось в блоке двигателя. Четырехступенчатая коробка передач переключалась ногой. Рама и передняя вилка была одинаковой конструкцией, как у Ява 250, но немного усиленнее. Разъемное заднее крыло и новая конструкция вала облегчила снятие заднего колеса. На бензобаке монтировались резиновые опоры. Вес мотоцикла 115 килограмм, максимальная скорость 100 километров в час и расход бензина был 3,5 литра на 100 километров. Ява 250-350 Пирек 1946 года. История возникновения этого мотоцикла весьма необычна. Он создавался во время Второй мировой войны в условиях глубокого подполья, когда всем угрожала смертная казнь. Но все-таки в 1944 году в сарае у фашистов под носом возник мотоцикл, который поразил всех. Своей конструкцией он отличался от всех предыдущих Яв. Рама была из четырехгранных труб и стального листа. Все провода проходили внутри этих труб. Телескопическая передняя вилка с витыми пружинами переходила в переднюю фару диаметром 150 миллиметров и встроенным спидометром. Совсем новой была конструкция карбюратора и его крышка. Двигатель был двухтактным, одноцилиндровым, 248,8 сантиметров, кубических мощностью 9 лошадиных сил с плоским поршнем. Мотоцикл достигал максимальной скорости до 110 километров в час и расход бензина был 3,5 литра на 100 километров. Двигатель Явы 350 был двухцилиндровым, 344 сантиметра кубических. Обе Явы с двигателями 250 и 350 изготавливались до 1950 года. В 1950 произошли некоторые изменения. Новые ребра на цилиндр, новый шатун и новый поршень. Поэтому мотоциклы получили новое обозначение тип 11 это 250 двигатель и тип 18 это 350 двухцилиндровый двигатель. Производство этих Яв завершилось в 1956 году. Ява 500 OHC 1952 года. После войны было принято решение выпускать более простые дешевые двухтактные мотоциклы. Но через пару лет покупатели потребовали более мощный мотоцикл. И уже в 1950 году в Яве подготовили пол-литровый двигатель. И с 1952 года началось серийное производство Явы 500. Двигатель был воздушного охлаждения, четырехтактный двухцилиндровый, кулачковый вал в головке цилиндра OHC приводился червячной передачей. Объем цилиндра 488 кубиков, мощность 26 лошадиных сил при 5000 оборотах в минуту. Коробка передач была четырехступенчатая. Магнитное Динамо Лукас было скоро заменено динамо батарейным зажиганием. Весил мотоцикл 156 килограмм и достигал максимальной скорости 135 километров в час. Расход бензина 4 литра на 100 километров. Ява 250-350. Модификация 353 и 354. 1954 год. Осенью 1953 года появились новые модели мотоцикла Ява. Было наложено параллельное производство мотоциклов рабочим объемом двигателя 250 и 350. Новый мотоцикл рабочим объемом двигателя 250 получил обозначение Ява 250. В нем были введены изменения принципиального характера. К важнейшим из них относится применение качающейся задней вилки, которая обеспечивает намного больше ход заднего колеса, чем у предыдущих моделей. Цепь привода колеса полностью закрыли кожухом, а вместо 19-х колес установили 16-й. Вилка оснащалась гидравлическим амортизатором, что улучшило внешний вид мотоцикла. Двигатель не подвергся изменениям. Была изменена лишь звездочка привода заднего колеса. Очень важное изменение произошло в электрооборудовании мотоцикла. К массе мотоцикла, то есть к раме, присоединен положительный вывод, то есть плюс. Раньше присоединялся отрицательный, то есть минус. Выполнено это для соответствия с некоторыми зарубежными нормами, без технического обоснования и какого-нибудь эффекта. Ява-50 Пионер 1954 года. В 1954 году вместе с Явой 500 появилась и самая маленькая Ява-50. Ява-50 возникла в Праге как модернизация довоенной Явы-робот. В Праге она изготавливалась до 1955 года. Потом производство перенесли в Словакию, в город Павашская Быстрица. Завод называется Павашские машиностроительные заводы. Маленькую Яву начали называть по форме сиденья Пень. И она стала сразу популярной. Двигатель был одноцилиндровым, двухтактным, объем 49 кубиков, мощность 1,6 при 5000 оборотах в минуту. Карбюратор Джиков 29-12. В бензин добавлялось масло в соотношении 20 к 1. Коробка передач была трехступенчатой. С ней мотоцикл достигал скорость 50 км в час. Ява-50 Джавета 1958. С 1958 по 1962 год на заводе Ява в Праге Нуслих выпускался еще один малый мотоцикл, который сегодня почти никто не помнит. Это был малый мопед Яветта. Мопед существовал в двух вариантах. Стандарт и спорт. У обеих типов был модный кузов. У типа спорт была увеличена мощность двигателя, большой бензобак и более спортивный вид. Двигатели для этих мопедов выпускали в городе Чешске-Будейовице. Двигатель был одноцилиндровый, двухтактный, объем 49,8 кубиков. У типа стандарт была мощность 1,5 лошадиных сил при 4000 оборотах в минуту, максимальная скорость 45 км в час, вес 47,5 кг. Расход бензина 1,5 литра на 100 км. Вместимость бензобака 2,7 литра. У типа спорт была мощность 2 лошадиных силы при 6000 оборотах в минуту, максимальная скорость 51 км в час, вес 55 кг и расход бензина 1,8 на 100 км. Вместимость бензобака 6,5 литра. Коробка передач была двухступенчатая, скорости переключались поворотом рукоятки на руле. Зажигание магнета 20 Вт. Рама была сварная из штампованных профилей. Передняя вилка была сварена также из штампованных профилей. Колесо было закреплено в вилке с помощью пары коромысел и подрессорено витыми пружинами и резиновыми упорами. Заднее колесо закреплено в качающейся вилке и подрессорено одной витой пружиной под сидением и резиновыми упорами. На обеих колесах были барабанные тормоза, передний включался рычагом на руле с задним обратным движением педалей. Ява 250-350 модификация 559-02 и 354-06 1962 года. В октябре 1962 года предприятие Ява опять выпускает две новые модели классов 250 и 350. Это модели 559-02 и 354-06. У мотоциклов Ява 250, модели 559-02, традиционно одинаковая с мотоциклом Ява 350, модели 354-06, ходовая часть, но улучшен внешний вид, а также функциональные свойства. Главное изменение внешнего вида мотоциклов данных моделей произошло за счет того, что верхняя половина корпуса фары переходит в кожухи рукояток, образуя с ним единую форму. Для этого потребовалось изменить и форму спидометра. Он стал овальным вместо круглого, как у предыдущей модели. Одновременно был введен выключатель зажигания нового типа, комбинированный с включателем света. Фонарь на заднем щитке выполнен из просветленного красного полистирола. В нем расположены лампочки сигнала торможения и габаритного света. И, наконец, было установлено седло, которое откидывалось и снималось только после отпирания замка в передней части. Ява 350 модификация 634 1973 года. В 1973 году специалисты народного предприятия Ява разработали новую модель мотоцикла 634. Он выпускался только с двигателем объемом 350 кубических сантиметров. Существовавшая до сих пор конструкция силового агрегата мотоциклов Ява была настолько удачна, что и в мотоцикле новой модификации 634 она сохранилась. Два цилиндра, расположенные в ряд поперек оси мотоцикла, наклонены вперед на 25 градусов. Расположение кривошипно-шатунного механизма, коробки передач и моторной передней передачи в общем картере двигателя осталось таким же, как и в предыдущих моделях. Однако для повышения надежности работы их несколько изменили. В сочленение поршневого пальца с шатуном вместо бронзовой втулки верхней головки шатуна применили игольчатый подшипник с иглами INA, зафиксированными от осевого смещения. В нижней головке шатуна установили подшипник INA с сепаратором, зафиксированный в осевом направлении стальными калеными шайбами. Средний подшипник коленчатого вала можно повторно смазывать пластичным смазочным материалом. Наиболее характерным признаком мотоцикла новой модели 634. Четыре является совершенно новая рама с качающейся вилкой, при использовании которой было изменено расположение остальных узлов и деталей ходовой части. Ява 638500 1984 года. Данная модель стала поступать в Советский Союз со второй половины 1984 года. Это переходная модель между Ява 634 и новой конструкцией Ява 638-300. Новый двигатель, электрооборудование, передняя вилка. Вот что прежде всего отличает модель 638500. Двигатель. Хотя компоновка его принципиально не изменилась, он подвергся основательной модернизации. Цилиндры не из чугуна, а из алюминиевого сплава с запрессованной чугунной гильзой. У алюминиевых головок теперь по иному расположены ребра. Результат – более эффективное охлаждение цилиндров и головок, более равномерное распределение тепловых нагрузок. Также в целях лучшего охлаждения наклона сей цилиндров относительно вертикали уменьшен с 25 до 15 градусов. Благоприятные условия для отвода тепла позволили поднять мощность с повышением степени сжатия и изменением фаз газораспределения, улучшением продувки. Так, увеличение на 12 мм межцентрового расстояния у цилиндров дало место четырем более широким перепускным каналам вместо двух и второму шарикоподшипнику в средней опоре коленчатого вала. Поэтому половины картера двигателя и его крышки имеют другую форму и размеры. Два шарикоподшипника средней опоры коленчатого вала, разделенные лабиринтовым уплотнением, теперь лучше смазываются маслом от поступающей в картер горючей смеси. Оформление. Новая передняя вилка, иная форма деталей двигателя, а также измененные задние фонари. И оформление бензобака вместе с панелями подсидельного отсека значительно изменили облик мотоцикла. Из важных, но невидимых на первый взгляд деталей, назовем эластичное крепление топливного бака. Удлиненную переднюю часть глушителя, которая способствовала увеличению мощности. Ява 638.0 1987 года. Тип 638.0 разработан на базе типа 638.5, который вывел на рынок в 1984 году завод Ява. Наиболее бросаются в глаза изменения дизайна. На нынешней модели установлены новый бак, седло и кожухи, благодаря чему мотоцикл приобрел более привлекательный вид. Топливный бак стал более угловатой формы. Надпись, раньше очень скромная, заменена почти диагонально размещенной, которая уже издали обращает внимание на марку мотоцикла. По обе стороны размещаются резиновые опоры колен, соответствующие форме седла, оснащенного сзади выступом. В качестве дополнительного оборудования модель 350 можно оснащать дисковым тормозом, разработанным немецкой фирмой Viva. Дисковый тормоз, как утверждает изготовитель, значительно лучше устанавливаемых серийных барабанных тормозов. Диск размещен на стандартной головке, так что в принципе следует приспособить лишь нижнюю часть вилки и механизм привода. С незапамятных времен мотоциклы Yava заводятся с помощью общего рычага пуска и переключателя передач. Однако теперь холодный двигатель запускается после нескольких прокручиваний, а теплый после одного нажатия на педаль. А теперь поговорим, какие мотоциклы Yava выпускаются в наше время. Существует 4 направления. Это двухтактная Yava 350, Yava 300CL, Yava 350 OHC, и RVM 500 by Yava. Давайте разберем их. Yava 350 2T 2020 года. Мотоциклы Yava 350 это двухтактный мотоцикл, который на сегодняшний день выпускается в трех вариантах. Yava 350 стиль, мотоцикл с небольшим обтекателем и прямоугольной фарой. Yava 350 стиль Military. Мотоцикл без обтекателя и с круглой фарой. Yava 350 634 Retro. Это реплика модели 634, которая серийно выпускалась в 70-х и 80-х годах прошлого века. Также мотоцикл можно купить в белом, синим, черном или серебристом цвете. Все модели Yava 350 могут быть по желанию заказчика оснащены электростартером, с отдельной смазкой двигателя и с дополнительными опциями. Yava 300CL 2020 года. Дизайн этого мотоцикла был вдохновлен эпохой знаменитой кивачки. Двухтактного Yava 250 тип 353 и Yava 350 тип 354, которые выпускались серийно с начала 1950-х до первой половины 1970-х годов. Генетические элементы, такие как бак, боковый ящик и приборная панель подтверждают это во всех отношениях. Yava 300CL соответствует стандартам выбросов Евро-4. Точно так же, как и модели Yava 350 OHC, эта новинка также оснащена передним тормозом АБС. Хотя Yava 300CL выглядит как исторический мотоцикл, он оснащен современной силовой установкой DOHC с шестиступенчатой коробкой передач. В результате мотоцикл может предложить своему владельцу необыкновенное поведение на скорости около 80 км в час, включая красивый звук двигателя. Мотоцикл, конечно, способен к более быстрой езде до 125 км в час. Yava 300CL производится по лицензионному соглашению от чешской компании Yava Moto, индийской компании Classic Legends PVT LTD. Таким образом, его производство следует сразу же за мотоциклами Yava, произведенными в Индии в 1960-х годах, позже также известными как мотоциклы езди. Yava 350 OHC 2020 года. Легендарное семейство мотоциклов Yava 350. Основа давней традиции, которой гордится завод на протяжении десятилетий. Если мотоцикл, то значит Yava, а если Yava, то значит 350. Теперь они в четырехтактном исполнении. Да, вы не ослышались. Четырехтактный. Мотоциклы Yava 350 OHC соответствуют современным стандартам Евро 4. Поэтому новые модели Yava 350 оснащены тормозной системой с ABS Brake Assist, которая впервые используется на мотоциклах Yava. Конструкция мотоцикла обеспечивает лучшую управляемость и комфортную посадку даже для водителей небольшого роста. Также мотоцикл стал более экономичным. Расход топлива чуть больше трех литров бензина на 100 километров. Yava 350 OHC. Воплощение легендарного классического дизайна в популярном стиле Yava 350 634, который серийно выпускался в 1970-х и 1980-х годах. Yava 350 OHC Special. Дизайн этого мотоцикла основан на традиционной конструкции гоночных мотоциклов Yava начала 50-х и 60-х годов прошлого века и относится к современной категории Cave Racer. Yava 350 OHC Scrambler. Дизайн этой модели выполнен в стиле мотоцикла Yava чемпионов мотоспорта своего времени. Доминирующим и традиционным является классическая каплевидная форма бака с элегантным формованным эксклюзивным логотипом Yava. Технически эта модель определяет собой комбинацию предыдущих моделей OHC, то есть двигатель, рама и тормозная система, и OHC Special, то есть подвеска и задняя вилка. RIVI M500 by Yava 2020 года. Уже в прошлом в Европе был спрос на мотоциклы, предлагаемые в Аргентине, компании RVM с логотипом традиционного чешского производителя мотоциклов Yava. К сожалению, высокая стоимость перевозки мотоциклов в Европу сделали их продажу в Европе нереальной. Большинство поклонников бренда Yava прекрасно понимают, что сотрудничество с аргентинской компанией RVM имеет давнюю историю. Однако в 2019 году отношения между Yava MOTO SPALL C-RIO и RVM ARGENTINA стали еще более тесными. Однако с новыми проектами приходят и новые возможности. В новом проекте RVM500 были учтены требования как аргентинского, так и европейских рынков. Был разработан мотоцикл, отвечающий требованиям обеих сторон. Эта новая модель призвана предложить мотоциклистам возможность путешествовать на большие расстояния с соответствующим комфортом. Универсальность – типичный элемент мотоциклов Yava, поэтому даже эту новую модель можно отнести к категории мотоциклов, которая по всей универсальности как туристический эндуро превосходит все остальные. Итак, какие мы делаем выводы? Самое главное – это то, что бренд Yava до сих пор существует, несмотря ни на какие невзгоды. А ведь многие бренды исчезли вообще. Также он может нас радовать легендарными мотоциклами Yava, которые вошли в историю. Напишите в комментариях, что вы думаете о мотоцикле Yava. Подпишись, пусть будет нас много, любой проект оценивается вниманием друзей. Пусть нас будут миллионы, всем вместе веселей!